На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Бескомпромиссными получились первые полуфиналы чемпионата Беларуси по мини-футболу. Аршанский Витен, уступая в домашнем матче столицы 0-3, добился победы со счетом 5-4. Исход первого поединка полуфинального гомельского дерби решил один гол. На 36-й минуте игрок БЧ Денис Мазной после розыгрыша аута поразил ворота ВРЗ. Второй матч серии пройдет 30 мая на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 18.00. Параллельно в Минске будут встречаться столица и Витен. Этот поединок стартует в 19.00. Девятый тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги принес очки в копилку обоих представителей нашего региона. Футбольный клуб «Гомель» прерывал порядком затянувшуюся серию поражений. В гостях команда Алексея Меркулова сыграла в ничью с Дняпро из Могилева. На гол Дмитрия Подстрелова, забитый на старте встречи, зелено-белые ответили на заключительной минуте первого тайма. Отличился Руслан Болов. В турнирной таблице «Гомель» на 11-м месте. В 10-м туре 1-го июня «Гомельчане» дома сыграют с Батэ. Два гола Артема Петренко принесли Мозырьской славе и домашнюю победу над столичным торпедом. Форвард отличился на 31-й и 77-й минутах. В табеле о рангах Мозыряне на 7-м месте. 2-го июня им предстоит выездная игра против Гродницкого Немана. В первой лиге команда из Гомельской области в седьмом туре дружно одержали победы. Светлогорский «Химик» и «Речицкий спутник» с одинаковым счетом 2-1 обыграли «Оршу» и «Смолевич» и соответственно. «Гомельский локомотив» дома был сильнее столичного НФК 3-1. В турнирной таблице «Железнодорожники» с 16-тью очками на третьей позиции у «Спутника» 15 баллов и четвертое место. «Химик» с 7-ю очками замыкает десятку. Завершился чемпионат Беларуси по гонболу среди мужских команд. Обладатели «Злота» и «Серебра» определились заранее. Очередное чемпионство оформил БГК. Столичный СКА снова второй. Судьбу бронзы в очном поединке решали Гродненский «Кронан» и Могилевский «Машека». Со счетом 28-26 сильнее была Гродненская команда. Гонбольный клуб «Гомель» в нынешнем сезоне финишировал пятым. Команда Сергея Цыганкова, переживающая сейчас период смены поколений, без боев прошла второй этап чемпионата, став победительницей группы «Б». Гомельчане одержали победы во всех 12 матчах и в итоговой таблице оказались выше. БГК-2, Скаргуор и молодежной сборной. По словам главкома Гомеля, в предстоящем межсезонье команду ждут серьезные изменения. Одна из первых кадровых потерь – это завершивший карьеру Анатолий Потороча. Гонболист выступал за гомельские команды 15 лет. «Сезон в этом году у нас не удался. Много причин, поэтому я уже их называл, поэтому говорить не буду. Но все равно мы постарались из этого сезона вытащить рациональное зерно, то, которое нам пригодится в дальнейшем. Это наигрывали молодых ребят, наигрывали какие-то новые связки. Поэтому я думаю, что в следующем сезоне у нас команда обновится процентов на 60-70. И надеемся, что результат будет противоположный». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова